Здравствуйте! В эфире новости на телеканале «Осетия» в студии Елены Черенковой. Коротко о главном. Я бы хотел еще раз поблагодарить всех ребят, которые сегодня представили свои проекты. Ведь все начинается с идеи. 17 проектов от 10 авторов представит «Северная Осетия» на форуме агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Все они способны дать импульс для позитивных изменений в социально-экономическом развитии региона. «Северная Осетия» присоединилась к акции «Поезд Победы». 11 ноября он прибудет в столицу республики. В течение двух дней жители и гости республики смогут окунуться в эпоху военных лет. «Северная Осетия» развивает сельское хозяйство. Фермеры получают финансовую поддержку от государства. О результатах взаимодействия государства и предпринимательства в материале моих коллег. 55 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Северной Осетии за последние сутки. Всего зараженных новой коронавирусной инфекцией в республике 6862 человека. 785 на амбулаторном лечении, в медучреждениях 52 человека. 5 955 человек выздоровели. Роспотребнадзор напоминает о важности соблюдения масочного режима. По указу главы республики он действует во всех видах общественного транспорта, в том числе в такси. Перевозчикам, нарушающим масочный режим, согласно статье Кодекса АДБА, в административных правонарушениях грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Пассажиры могут быть привлечены к административному штрафу до 30 тысяч рублей. Сильные идеи для нового времени. Северная Осетия представит на форуме агентства стратегических инициатив 17 проектов. Среди них сервисы для трудоустройства и переобучения на единой площадке и курсы для начинающих предпринимателей. Обо всем подробнее расскажут мои коллеги. 17 проектов от 10 авторов представит Северная Осетия на форуме агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Все они способны дать импульс для позитивных изменений в социально-экономическом развитии региона. Вячеслав Бетаров напомнил, с агентством стратегических инициатив Северная Осетия сотрудничает уже 7 лет. Благодаря такому взаимодействию в республике улучшается инвестиционный климат и развивается молодежное и социальное предпринимательство. Сегодня мы проводим свой региональный этап по подготовке к форуму, который планируется 11-12 ноября этого года в городе Сочи, чтобы определить наиболее сильное предложение и по возможности оказать необходимую поддержку в реализации представленных проектов. Мы в последние годы активно сотрудничаем с агентством стратегических инициатив, в том числе по улучшению инвестиционного климата в республике. Неоднократно встречались мы с руководителем агентства, землячкой нашей Светланы Витальевны Чупщевой, которая очень тепло относится к нашей республике. Сама она посещала неоднократно республику и договорились, что совместно будем продвигать те проекты, которые имеются на площадке агентства развития у нас здесь в республике. И нам надо таким образом эти договоренности притворять в жизнь и решать их здесь у нас в республике. Мы за 4 года 79 место поднялись на 46 место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, которые ежегодно озвучиваются на питерском форуме, но в этом году из-за пандемии его не было, поэтому мы получили это в письменном виде, что также в этом году тоже улучшили показатели на 8 позиций по сравнению с 2019 годом. Я думаю, что это неплохой результат взаимодействия с агентством развития и работы правительства республики для создания необходимых условий для работы инвесторов. Ну а те объекты, которые представляются сегодня, я уверен, что станут новыми проектами, которые будут в конечном итоге реализованы, будут притворены в жизнь уже как бизнес для их авторов. И благодаря этим ребятам будут формироваться сообщества инициативных людей у нас в республике. Вот это сегодня необходимо республике, и нам все надо делать для того, чтобы все больше и больше молодежи вовлекалось в работу по открытию своего бизнеса здесь в республике. И такая задача ставится правительству республики, главам муниципалитетов, чтобы оказывали в этом всяческое содействие. Отобранные проекты касаются различных сфер. Среди них и сервисы для трудоустройства и переобучения на единой площадке, и курсы для начинающих предпринимателей. Также есть проекты в области образования, сельского хозяйства, цифровых технологий и социальной сферы. По мнению руководителей органов власти, каждая заслуживает внимания и может быть притворена в жизнь. Я бы хотел еще раз поблагодарить всех ребят, которые сегодня представили свои проекты. Ведь все начинается с идей. И от того, насколько идея практична, зависит его реализация этого проекта. И, конечно, грант, который, я надеюсь, каждый из вас получит, и желаю вам этого, должен стать первой ступенью в реализации практической плоскости этой идеи. С тем, чтобы в дальнейшем эта идея с использованием гранта реализовалась в бизнес, в небольшой, а может быть, перспективой крупный бизнес. Или же в какой-то социальный проект, который также необходим обществу. Подводя итоги встречи, Вячеслав Бетаров поручил руководителям ведомств внимательнее присмотреться к проектам и поработать над их реализацией. Генрия Талбегова, Казбек Хубаев, Новости Осетии. В Северной Осетии обсудили стратегию социально-экономического развития СКФУ до 2025 года. 35-го, прошу прощения. На встрече говорили о проблемах, которые мешают развитию предприятий и созданию новых проектов. Среди основных озвучили инфраструктуру, тарифы, доступность финансово-кредитных ресурсов. А вот среди приоритетных сфер, которые нужно, развивает сельское хозяйство, энергетика, экология и туризм. Туристко-рекреационное направление, по словам сотрудника Минэкономразвития России Дмитрия Землянского, требует особого внимания. Также уже есть проекты, которые можно реализовать в республике. Все регионы Северного Кавказа, у них есть свой собственный потенциал и своя специфика. И, безусловно, у Осетии она тоже присутствует. Здесь несколько ключевых, наверное, аспектов. Первый – это потенциал туристко-рекреационный. И это не только курорт Мамисон, который уже развивается. Это еще и те территории, которые сейчас посещают в основном жители Кавказа и даже жители республики, у которых есть потенциал включиться в общий процесс. О поддержке малого и среднего бизнеса, в частности развития животноводства, говорили на совещании под председательством Таймураза Тускаева. Ежегодно наблюдается прирост крупного рогатого и мелкорогатого скота. Возрастает и объем продукции, которую негде перерабатывать и отправлять на местный рынок. Над этими проблемами также намерены работать региональные власти. Тему продолжат мои коллеги. Помогать среднему и малому бизнесу. Адресно и каждому предпринимателю, который в этом нуждается. Именно такая задача стоит перед руководством республики. И эту помощь оказывают. В качестве поддержки почти 240 миллионов были доведены до предпринимателей. Есть и те, кто обратился в фонд микрофинансирования. Среди них Зоя Дзодзиева. По ее словам, услуга была удобной, потому что ставка в фонде ниже, чем в банках. Но зачастую молодежи в селах об этом неизвестно. И это нужно исправлять, считает предприниматель. Информации подробные. Не просто, что вот есть фонд микрофинансирования, и что вы можете этим воспользоваться, и что это имеет очень большое важное значение и для республики, и для всего народа. Нет. Нужна конкретная, очень адресная информация для тех, кто начинает работать. Для тех, кто работает, но варится в собственном соку и не имеет выхода дальше своего маленького бизнеса никуда. Я думаю, что очень полезно было бы сейчас проводить какие-то встречи именно в селах. На совещании с премьер-министром говорили и о тех, кто занимается животноводством. Развитию этой отрасли уделяет особое внимание. Результаты уже есть. Ежегодно наблюдается прирост крупнорогатого и мелкорогатого скота. За последние три года по оголовью овец, к примеру, с 13 тысяч увеличилось до 85. К 2025 году будет увеличение производства и мяса, и молока, и меда, и иных видов сельхозпродукции от 6 до 9 раз по различным направлениям. А стоимость продукции этих фермеров, которые сегодня получают меры господдержки, увеличится почти в 9 раз. То есть это существенное увеличение за счет тех мер господдержки, которые мы сегодня оказываем. С увеличением поголовья крупнорогатого скота начинающим фермерам нужно найти сбыт, но прежде переработать сырье. Как раз в этом и необходимо помогать молодым предпринимателям. По словам директора агропромышленного холдинга Ларисы Бекузаровой, когда перерабатывающий завод будет готов, будут поддерживать фермеров. В планах закупать у них молоко, перерабатывать, а затем продавать. Таким образом сельхозпроизводители смогут решить проблему со сбытом своей продукции. Самое важное потом, когда уже выйдут фермеры, те же самые фермеры, которым была оказана помощь в нацпроектах, они выйдут уже на такие хорошие количество сырья, это молока, им уже надо будет помочь с реализацией. И об этом надо думать уже сегодня. Потому что в силу того, что они не занимались никогда рассмотрением этого вопроса, куда же потом деть это молоко, то у многих это будет проблемой. Потому что молоко сырье, оно хранится мало, а переработки у фермера нет, и это очень дорогое удовольствие. Поэтому надо будет этот вопрос предусмотреть. В целом на этот год федеральный центр выделил Северной Осетии более 9 миллиардов рублей. Средства направят на реализацию национальных проектов, которые должны улучшить качество жизни граждан. Моздокский район самый отдаленный, самый приоритетный для развития. Там, на строящихся объектах, накануне побывал тем Растускаев. Ему рассказали, что в поселке Садовый к открытию готовится фельдшерско-акушерский пункт. В Моздокском районе их будет 19. 9 из них уже готовы. Тему продолжит Алина Хасцаева. Первый пункт в программе «Премьера» – поселок Садовый. Здесь увековечили память участников Великой Отечественной войны, которые строили поселок. Им открыли памятник. Поселку в этом году 70 лет. Открытие памятника приурочили к юбилею. Установить монумент удалось за счет спонсорских средств. С важным событием местных жителей поздравил Таймурас Тускаев. Он подчеркнул, что важно помнить о подвигах участников войны. Я хочу выразить слова благодарности всем тем неравнодушным людям, которые внесли посильный вклад в этот мемориал. Это символичный фундамент сохранения нашей истории, нашего единства. Это была наша давняя мечта. Мы очень рады, что удалось осуществить эту мечту именно в этом юбилейном году. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы, и мы были вынуждены перенести открытие памятника на более поздний срок. Посмотрел премьер и фельдшерско-акушерский пункт в поселке Садовый. Его начали строить в июне этого года. В ФАПе будут акушерские, процедурные и гинекологические кабинеты. В течение месяца работы уже закончат. К строительству еще одного ФАПа полтора месяца назад приступили в Киевском. Через две недели объект здесь планируют сдать. В целом, по нацпроекту здравоохранения и региональному проекту развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Северной Осетии в этом году построят 36 ФАПов. В Моздокском районе 16. Девять из них уже готовы. Побывал премьер и на спорт-объектах. В Терском уже через неделю появится многофункциональная спортплощадка. Заниматься здесь смогут футболом и баскетболом. Установят и спортивные тренажеры. Сейчас рабочие укладывают покрытие из каучука. Дальше по плану станица Павлодульская. Здесь впервые за 60 лет капитально отремонтировали Дом культуры. Новая сцена, окна, коммуникации. Теперь творческие коллективы смогут заниматься в обновленных условиях. У нас семь кружков. Семь? Это хореография, это вокал. Вокал, но вокал тоже начинающий. Две театральные студии для постаршей и помладшей детей. Потом творческие и танцевальные. Народные и такие вот, спортивные. Бальные. Затем, как ведутся работы, следят и инспекторы управления капитального строительства и представители Минстроя. С подрядчиками очень тёплые взаимоотношения в этом плане. Они понимают, те, что вопросы задаются, нужно реализовывать, для того, чтобы в конечном итоге жители Моздокского района получили именно то, что было задумано. Проблем не бывает. Внимание на объектах не только к качеству работ, но и к срокам. Следить за этим будут строго. Объекты находятся на разной степени готовности. Одни из объектов уже практически завершены. Некоторые идут с опозданием. И вот по этим объектам нужно приложить дополнительные усилия, чтобы завершить год посредством и нацпроектов, и государственных программ, это и в образовании, в здравоохранении, в сельском хозяйстве. Все инструменты используем и комплексно выстраиваем сёла. Это и общественные территории, это и новые ФАПы, это и отремонтированные дома культуры. Ведь развитие малых населённых пунктов является, наверное, одним из ключевых факторов социально-экономической стабильности. В итоге поездки есть, безусловно, достижения, есть и недоработки, которые станут предметом обсуждения. По результатам мониторинга профильным ведомствам будут даны поручения. А премьер и дальше лично будет проверять, как исполняются эти поручения. Алина Хосеева, Алан Суанов, Новости Осетии. Ретро-поезд «Победа» посетит город воинской славы Владикавказ. Об этом стало известно на совещании по вопросам подготовки в проведении патриотической акции «Поезд Победы». В режиме видеоконференции его провела вице-премьер Ирина Азимова. Передвижной музей, посвященный 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, прибудет в Северную Осетию 11 ноября. В течение двух дней жители гостей республики смогут окунуться в эпоху военных лет. Маршрут тематического поезда состоит из двух частей. Первая повторит линию фронта и пройдет через все 13 городов-героев и городов воинской славы, после чего отправится по городам Транссибирской магистрали до Владивостока. Поезд будет останавливаться в больших городах и малых населенных пунктах по пути следования. Ирина Азимова обратила внимание коллег на важность строгого контроля соблюдения предприятий Роспотребнадзора и поручила проработать вопрос обеспечения санитарной безопасности граждан при посещении поезда Победы. В Северной Осетии разработана новая программа развития добровольчества. Главная задача – популяризация данного движения среди молодежи. Об этом говорил на встрече с журналистами председатель комитета по делам молодежи Руслан Джусоев. Руководитель ведомства рассказал, в этом году комитет участвовал в конкурсе «Регион добрых дел». Северная Осетия получила субсидию в размере 4 миллионов рублей на поддержку лучших волонтерских практик и улучшение инфраструктуры. Пандемия коронавируса показала, насколько важна волонтерская деятельность. В сложное время молодежь объединилась с желанием творить добро. Также Руслан Джусоев отметил, комитет находится в тесном взаимодействии со всеми волонтерскими организациями. В настоящее время добровольчество в Северной Осетии обширное и работает в различных направлениях. За вклад в организацию общероссийской акции «Взаимопомощи. Мы вместе» благодарственные письма президента России Владимира Путина получили порядка 200 человек, которые особо отличились в помощи старшему поколению, инвалидам и малоимущим семьям. Я бы выделил сегодня, наверное, самые массовые. Это у нас волонтеры-медики, это у нас самая мобильная, самая большая организация. Ребята себя проявили в период пандемии. Также хочется отметить добровольцев в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Его руководитель Роман Караев. Ребята в прошлом году получили новую ступень в своем развитии. Был конкурс. Ребята приняли в нем участие и привлекли субсидию в размере 11 миллионов 200 тысяч рублей. И был создан на базе ГМИ шикарный ресурсный центр. Я бы сказал, по последнему слову техники. В эфире новости на телеканале Осетия. Мы продолжаем наш выпуск. В Северной Осетии продолжается реализация программы «Доступная среда». На эти цели выделено более 5 миллионов федеральных и республиканских средств. Особое внимание в рамках программы уделяется работе с детьми с ОВЗ. Для них создаются все условия. Все подробности в материале Сабин Гатаговой. Сейчас в 19-м детском саду селения Камбелеевская нет ни одного ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Но пандус все же установили. Расширили дверной проем. Теперь попасть в здание не составит никакого труда. Если в учреждении все же появятся воспитанники с ОВЗ. В ближайшее время здесь установят и необходимое оборудование. Ограничения разные бывают. И мы учитывали все. К нам слабовидящие дети попадут. Или с нарушением опорно-двигательного аппарата. Мы это все учитывали. На данный момент мы получили комплекс психолога. Там очень много развивающих игр. И песочный стол заниматься с детьми. Также мы получили центр воды и песка. Еще ждем безиборды, где дети смогут заниматься с воспитателями. Воспитатели здесь высококвалифицированы. Но с детьми с ОВЗ не занимались. Педагоги пройдут специальные курсы. Их обучат всем тонкостям работы с такими детьми. Всю ответственность понимают. Педагоги очень ответственные, подобранные. Они постараются выполнить те цели, которые будут им поставлены. Полностью должны адаптироваться к социуму. И чтобы в дальнейшем эти дети могли в социуме существовать. Жить так, как живут все полноценные дети. А вот в Доме детского творчества есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Их двое. Занимаются музыкой. Особая гордость учреждения – сенсорная игровая площадка. Мы думаем, что она послужит, конечно, очень хорошо для того, чтобы дети развивались, не замечая всех своих проблем. Дом детского творчества полностью готов для приема детей с ОВЗ. Есть специализированная акустическая система, интерактивно-коррекционный комплекс, информационно-тактильные таблички. Новые таланты здесь ждут всегда. Детям хочется заниматься, учиться. И детям со словами и возможностями точно так же. И вот для того, чтобы всем было доступно любое занятие, любым творчеством, которое они выбрали, у нас здесь лично 10 творческих объединений, в которые мы готовы принять любых детей. 72-й детский сад Владикавказа также вступил в госпрограмму «Доступная среда». Там уже занимаются 26 детей с ОВЗ. Для них есть и специальные тренажеры, которые способствуют улучшению физического состояния детей. Все оборудование приобретали со специалистами, психологами, врачами, инструкторами по физкультуре. Инклюзивного класса нет. Все дети занимаются совместно. Очень много желающих, которые хотят общаться. Детям нужно общение. Они должны себя чувствовать полноценными людьми нашего общества. Точно так же хочется, чтобы эти детки не чувствовали себя ущемленными. Такие условия создаются в рамках госпрограммы «Доступная среда». На реализацию было направлено более 5 миллионов рублей с федерального и регионального бюджетов. В республике работа по созданию условий для детей с ограниченными возможностями здоровья ведется с 2011 года. Сабина Гатагова, Георгий Дзапаров, Алан Суанов. Новости Осетии. Развитию сельского хозяйства в республике уделяют особое внимание. Для фермеров создаются различные программы, в рамках которых можно получить финансовую поддержку. Уже есть успехи в этом направлении. Многие предприниматели активно разводят скот, получают молоко, изготавливают сыр и поставляют продукты на местные прилавки. Хеток Плеев подробнее. Небольшое село Горная Корца. Высота над уровнем моря чуть больше полутора тысяч метров. Идеальное место для выпаса скота. Преимущество этого места молодой фермер Таймурас Дзебесов оценил сразу. Вместе с единомышленниками объединили усилия и создали небольшую агродеревню. Сейчас у них порядка тысячи коров двух пород – швидской и французской. Наша цель – это создание таких кооперативов по всей республике. Ну, может, не будем создавать, а ребята, которые посмотрят на нас и обратят внимание, что у нас получается, мы работаем. У них появится желание тоже объединиться. Мы их объединим, поможем им, подскажем, с чего начать. И в документальном плане поддержим их, и в плане, конечно, самой работы. Это еще сложнее. Список горных сел, где активно развивается животноводство, в республике увеличивается с каждым годом. Перегон овец уже привычная для местных жителей картина. Большое количество перегоняемого скота сейчас не случайность. В республике животноводство активно развивают. Поголовье хорошо упитанное, в хорошем состоянии. К зимовке готово. Да, практически. Поголовье, да, в отличном состоянии. Погода позволяет на сегодняшний день, чтобы их вовремя перегнать. В селении Унал масштабы производства тоже растут. Пять фермеров разводят скот и получают молоко. Его, в свою очередь, будут продавать предпринимателям, которые здесь же строят молокоперерабатывающий цех. Уже устанавливают все необходимое оборудование. Этот проект строят благодаря федеральной программе. После того, как запустится работа, планируют перерабатывать до пяти тонн молока в сутки. Мы изначально думали о том, что ближе к городу, конечно, легче работать, но в горах есть запрос на рабочие места, в горах есть запрос на реализацию молока. То есть фермеры хотят работать, но, к сожалению, если не будет какого-то комплекса по переработке, которых раньше было много во всех селах практически, то, в принципе, им тоже молоко девать некуда. 100, 200, 500 литров очень сложно ежедневно везти во Владикавказ, чтобы там перерабатывали. А если это будет на месте, то, в принципе, мы совместно сможем наши горы развивать. Большую роль в развитии этой сферы играет поддержка государства, которое выражается через гранты, субсидии и инвестиционные проекты. Еще один проект, только гораздо масштабнее, чем предыдущий, реализует в селении Верхний Ход. Овец тут сейчас более 2000, а крупнорогатого скота 150 голов. Их, кстати, крестьянско-фермерское хозяйство закупило благодаря гранту, который выделили в рамках госпрограммы «Семейная ферма». И это не единственный проект, которым сейчас могут воспользоваться фермеры. 2016 год. Вячеслав Бетаров утвержден на пост главы Северной Осетии. Новый руководитель столкнулся с проблемами практически во всех отраслях. Одна из них – животноводство. В 2017 году было лишь 13,5 тысяч голов овец. На сегодняшний день их уже почти 90 тысяч. Но с ростом поголовья появилась еще одна проблема. Не было места для их содержания. Кошары – именно так называется место для содержания овец – перестали строить. За последние 20 лет таких появилось лишь две. Это вторая. Кошара занимает больше 2000 квадратных метров. Ее длина – 155 метров. И все это построили на горном склоне, который находится на высоте почти 2000 метров над уровнем моря. Он перспективнее. Такого нет здесь. Осетий – это единственное место, которое сейчас делают. Никто за последние 20 лет не построил ни одной кошары в горной местности. Помимо грантов и субсидий, республика предлагает фермерам держать овец летом в горах. Тогда они получат скидку за пользование землей. Но на такой шаг сельхозпроизводители не идут. Одна из причин нежелания пасти овец в горах – неразвитая инфраструктура. Как раз сейчас об этом и думают, чтобы сделать дороги, провести коммуникации и предусмотреть место для жилья. И только тогда завозим по голове. Вот в таком ракурсе, если мы будем работать, мы сделаем нормально. Другое – мы будем и сами мучаться, и людей мучать. Но это мы же по 150 лет не можем жить и так далее. Мы же хотим результат сразу получить. Мы, да, на сегодняшний день по этому объекту, можно сказать так, что ни одного дня тут не было, чтобы здесь никто не работал. Поэтапное и, главное, грамотное развитие горных территорий будет привлекать предпринимателей заниматься животноводством в горах. Тогда и качество выпускаемой продукции будет расти, о чем и говорят специалисты. Тадрюкская диаспора Памир отмечает 10-летний юбилей. За годы существования диаспора внесла большой вклад в укрепление культуры и межнациональных связей в Северной Осетии. На торжественном мероприятии присутствовали официальные лица. Министр по вопросам национальных отношений Аслан Суцев, депутаты республиканского парламента, отдел культуры городской администрации, представители посольства Таджикистана в Москве. Сейчас таджикская диаспора в Северной Осетии насчитывает порядка 600 человек. Члены национального общества активно участвуют в культурной жизни республики, добиваются успехов в образовании и спорте. И сегодня мы можем рассказать о своих таких успехах, которые за эти 10 лет мы достигли. Это в области образования, это в области легализации трудовых мигрантов, это в области обучения русскому языку наших мигрантов, это в области спорта, это в области дружбы со всеми другими национальными культурными центрами. То есть за 10 лет, мало не много, но можем о чем-то рассказать. Это хороший день сегодня для таджикской диаспоры на Астинской земле. Можно много говорить о том, какие замечательные, неравнодушные, открытые, отзывчивые люди в этом обществе и вообще в таджикской диаспоре живут в нашей республике. И, конечно, мы сегодня с радостью поздравляем их с десятилетием и желаем, чтобы этот первый юбилей был первым в числе многих и многих красивых и больших юбилеев. Посади именное дерево. Акция призвана озелениться Питскую горку. Этой идеей объединились десятки добровольцев. Главная цель создать для жителей города комфортные условия для отдыха на свежем воздухе. Недавно здесь появилась спортплощадка с тренажерами под открытым небом. Скоро начнут строить небольшой стадион, где жители смогут играть в футбол, волейбол и теннис. Сапицкая, по словам организаторов, это легкие города. Важно ухаживать за лесом, поддерживать чистоту и порядок. Территорию продолжат благоустраивать. В планах установить скамейки, современное освещение, но главным событием стала высадка молодых деревьев. Сто именных саженцев – это лишь первый этап озеленения леса. В будущем на каждом дереве установят памятные таблички с фамилией того, кто его посадил. Организаторы призывают бизнес-сообщество подключиться к акции, потому что только общими усилиями можно сохранить и приумножить наше природное богатство. В мире много красивых городов, но пусть они развиваются, но наш город Владикавказ должен быть самым красивым, самым лучшим. И я хочу искренне от души обратиться ко всем. Есть поддержка и понимание со стороны руководства нашей республики, главы нашей республики, руководства города, главы города. Но я хочу обратиться ко всем руководителям, независимо от форм собственности, чтобы вот эту лесопарковую зону мы взяли, каждый для себя небольшие участки, чтобы мы его реанимировали, чтобы провели санитарную вырубку и потом посадили деревья. Я считаю, что такие акции очень полезны, и наша организация довольно часто их проводит. Мы, когда сюда пришли, тут было очень много сухих веток, деревьев, мусора также очень много. Мы пришли, чтобы все это прибрать, облагородить как-то. Также тут вот построили недавно спортивную площадку. Такие акции объединяют людей. Мы помогаем природе, помогаем людям, которые будут сюда приходить. Им будет приятно видеть, что тут все чисто, все красиво. К этому часу это вся информация. Больше новостей вы можете найти на нашем официальном сайте reston.tv. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова